ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Донецкой Народной Республики смогли вывезти с территории аэропорта, но украинские силовики пытались помешать сделать это. Открыли огонь по автомобилю, в котором находились погибшие. Мины взорвались буквально в 50 метрах от машины. Нашли тела погибших танкистов недалеко от терминалов аэропорта. Сразу стало понятно, что людей пытали, над ними издевались. У бойцов ополчения были вырваны зубы, связаны руки. Их таскали действительно полуживыми за танками. В общем, замучили, что называется, до смерти. Сегодня в аэропорту Донецка побывал и Максим Шевченко. Он своими глазами видел, что там происходит. Более того, находился в той же машине, где были и погибшие бойцы. Мы были на самой передовой, как раз, где лежали три тела танкистов, по-видимому. Их сейчас будут опознавать, у них ноги связаны где-то тросом, где-то бечевкой. Я это зафиксировал, как они лежали. Потом, как их вытаскивали бойцы тоже. И мы вместе с ними в машине выезжали с передовой, по нам стреляли. Мины, ну, вывезли. Теперь надо людей опознать и похоронить. За последние три дня 59 человек погибли. Все это мирные жители. Более 300 получили различные осколочные ранения. 80 человек в тяжелом состоянии находятся в больницах города. Также среди этих 80 пострадавших пятеро дети. Стоит сказать, что сегодня вновь были нанесены серия ударов из реактивных систем залпового огня «Ураган» по жилым кварталам. В непосредственной близости от аэропорта Донецка пожарные не могут подъехать, так как обстрелы не прекращаются. Украинские военные наносят удары чуть ли не каждые полчаса. Им настолько времени нужно для того, чтобы перезарядить установку реактивной системы залпового огня «Ураган». Вот эти полчаса можно использовать для того, чтобы там работать. Стоит сказать, что стреляют не только реактивными снарядами. Используют дальнобойную артиллерию, в частности 152-мм «Акации», 122-мм пушки «Д-30» бьют на 15 километров. Используют осколочно-фугасные боеприпасы. Пытаются попасть по позициям ополчения. Даже подготовленным расчетам артиллерийским достаточно сложно с первого раза попасть точно в цель. А украинские силовики уж точно не ссалят со своей меткостью. Постоянно бьют по жилым домам. Мы поговорили сегодня с ранеными. Сел на кухню. Ну, посидел. Только встал, с кухни выходил. Тут какая-то вспышка, окна полетели, все полетели. И я сразу и упал. Хлебозавод разбили. Магазин один разбили. Базар 18-й. Весь загорел. Разбили. Ну, так, больницу тоже разбили. Ну, считай, что каждый день, каждый день попадает. То в Доматова. Куда хочет туда идти. Стоит отметить, что украинские военные используют просроченные снаряды, многие из которых не взрываются. И сейчас в городе достаточно много взведенных реактивных снарядов. По сути, это мины замедленного действия. Также используются 120-мм минометы, наносят удары по тем районам, которые примыкают к территории аэропорта. В первую очередь это Киевские, Петровские и Кировские районы. Люди боятся выходить на улицы. Обстрелы начинаются неожиданно. Даже в центре уже никто не чувствует себя в безопасности. Так как, например, накануне реактивными системами залпового огня «Ураган» был нанесен удар по центральным улицам города, которые находятся на приличном удалении от территории Донецкого аэропорта. Такая сложная обстановка в Донецке сейчас. Евгений Поддон... КОНЕЦ 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 Продолжение следует...